Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сколько томатов можно вместить в теплицу? Этот вопрос и прошлым летом поступал, и в этом году он интересует очень многих. И особенно сейчас, вот в преддверии посевной нашей компании, когда мы должны высчитать, те у кого есть теплицы, сколько посеять именно для теплицы пораньше, а сколько оставить на более поздний посев, и которые мы будем потом высаживать в открытый грунт без каких-либо укрытий. Ясно, что их мы будем высаживать намного позже. Вот особенно новичкам очень сложно определиться, например, вот стандартная теплица 3х8, сколько посеять для нее томатов, сколько войдет. Я сразу скажу, что все огородники высаживают в свои теплицы совершенно одинаковые. Вот сегодня я для примера возьму 3х8, у меня такие. И все огородники, которые имеют такие теплицы, они высаживают совершенно различное количество томатов. И разница очень большая, от 40 до 140. То есть кто-то высаживает в такую же теплицу всего 40, а кто-то 140. И вот нам нужно разобраться сегодня, от чего это зависит, и какое количество томатов выберете именно вы. Как определить? Вот если человек поставил теплицу в прошлом году осенью, и нынче нужно ему посадить, ну совсем новичок. Я сейчас расскажу, по каким принципам вы можете высчитать, определить количество этих томатов. Вот все мы делимся на две группы. Те огородники, которые высаживают в свои теплицы, выращивают минимальное количество, они считают, что большее количество ведет к ухудшению вот этих вот качества растений, к уменьшению количества урожая, что они притесняют друг друга, что они ущемляют друг друга, и они высаживают всегда очень мало, чтобы было сильно-сильно просторно. А вторая группа, она наоборот считает, что маленькое количество высаживать как бы нерентабельно, нерационально, нужно занимать площади все. А, ну и забыла сказать, что первая группа, она считает, что вот именно столько нужно, а вторая почти всегда уверена, что нужно большое количество. Но есть и люди, которые высаживают, например, и не 40, и не 140, а где-то в середине там 60, 70, 80. И каждый вот этот выбор чем-то обусловлен. Какие факторы влияют на количество вот наших томатов? Сейчас посмотрим. И как правильно высчитать, сколько томатов нужно именно вам, вот лично для вашей теплицы, не глядя на какие-то другие. Вот на своем примере я подробно расскажу вам, как я выбираю, как я высчитываю количество томатов, почему у меня именно это. И начну с того, что все мы используем теплицы по-разному. Кто-то выращивает, ну использует теплицу для выращивания именно высокорослых, вот этих индетерминантных, обычно крупноплодных томатов, чтобы использовать все пространство теплицы, чтобы от самой земли и до самого верха вот этот вот, весь этот купол был занят томатами, чтобы использовалось все. Снизу и доверху. Она вот вся забита вот этими томатами. Но они обычно высаживают в меньшее количество, но они вот такие высокие, урожайные, с продолжительным плодоношением. И этих людей не волнует, что ждать такие томаты индетерминантные нужно намного дольше, чем вот низкорослые и индетерминантные. Они не обращают на это внимание. Главное, чтобы теплица была занята вся, и чтобы продолжительно было такое плодоношение. Ну а другие люди используют свои теплицы для получения раннего урожая. И специально для этого большинство огородников покупают теплицы, ну только для этого, чтобы пораньше получить, пусть он будет низкорослый, пусть там половина теплицы будет у нас воздухом занята, а не томатами, пусть они пораньше отплодоносят, и они не дадут уже позднего урожая до самой зимы. Но самое главное, получить ранний урожай. Вот лично я тоже, у меня такое мнение, что я свою вот одну теплицу полностью использую только для раннего урожая. У нас сибирский регион, у нас в открытом грунте очень долго ждать все эти томаты, и я высаживаю туда для получения раннего урожая. Вот эти особенно низкорослые и индетерминантные, они быстро потом отходят, и уже в конце осени, например, сентябрь, октябрь, их там уже нет, но там другие плодоносит. Но вот свои половину теплицы я занимаю именно под ранний урожай. Все, разобрались, и вы должны про себя подумать, что вам важнее, или чтобы была вся теплица занята вот этими большими томатами, или получить ранний урожай. И вот тут сразу мы дошли до первого фактора, у меня даже здесь есть вопросы, я потом вам прочитаю. Дошли до первого фактора, от которого зависит количество ваших томатов. Какие сорта вы выберете? Или высокорослые и детерминантные, или низкорослые, потому что схемы посадки этих сортов совсем разные. Если вы выберете все вот эти вот индотерминатные, высокорослые, особенно если они крупноплодные, то их нужно высаживать с большим расстоянием, 60, 70, даже 80 сантиметров, там еще зависит от характеристики сорта, сорта куста. Если он будет такой кустистый, то еще дальше. И вот люди, которые выбирают только индотерминатные, высокорослые, вот такие объемные томаты, в такую теплицу 3х8, если садить по всем правилам, можно высадить только 40 штук. Это я имею в виду, если, например, дорожка посредине, и 4 гряды. Вот в каждом ряду по 10 штук, с интервалом 70, там 80 сантиметров, иногда даже бывает меньше 40. Но вот это минимальное количество, которое можно посадить, вместить в теплицу 3х8, если вы выберете высокорослые, индотерминатные, которые шаг должен быть большой. Но количество сильно изменится, общее количество. Если вы, например, отдадите, а я забыла сказать, что этот урожай, эти томаты, они будут не для получения раннего урожая, а вот просто будет продолжительное, такое много вы получите, но чуть позже. Но если вы половину теплицы своей отдадите, вот, под низкорослые, детерминатные, компактные сорта, то общее количество заметно прибавится, потому что там, вот эту половину, где мы высаживаем через 70, через 80, у нас остается 20 штук, то эти, они в тесноте, да не в обиде, они через 50, через 45, через 30 сантиметров, их тут уже можно посадить, 40 штук. И вот в такой, при такой схеме посадки, где половина инденты, а половина вот эти маленькие, детерминатные, которые обычно метр, метр двадцать больше не вырастают, они вершкуются, тогда уже в такую же теплицу, 3 на 8, у нас сместится 60-70 кустов. И вот еще дальше идем, некоторые огородники идут еще дальше. Также оставляя вот эти вот высокорослые, половину высокорослых, половину низкорослых, можно применить еще метод, метод уплотненной посадки, по два томата в одну лунку. Я уже и в прошлом году говорила, и зимой говорила, и многие им пользуются. И несмотря на опасения вот тех огородников, которые высаживают вот на большом расстоянии, маленькое количество, они думают, что при загущенной посадке ничего нельзя получить. Но это не так. У меня 140 томатов в одной теплице, я показывала летом. Им не тесно, им хорошо, они дают хороший урожай. И вот если еще вот при такой же посадке, ну индетерминатными, с большим расстоянием, денты чуть потеснее, если вы по два томата в одну лунку высадите, вот как я говорила, 60-70 в обычной схеме, а в сдвоенном будет уже 140, можно и так посадить. Но, везде есть но. Подбирая количество томатов в теплицу, вы должны определить, какой вы огородник, или вы занятый огородник, или свободный огородник. Сразу говорю, что сдвоенная посадка, сдвоенную посадку, могут позволить себе только те, у кого много времени для ухода. Вот эти вот томаты, густо посаженные, они будут зарастать, листья будут перекрывать солнечный свет друг друга, вы понимаете, как лист на лист. Нужно вовремя ходить, обрезать, прореживать, удалять пасынки. Не только удалять пасынки, а именно прореживать. Вот все листья, которые друг другу мешают, половинить. Я рассказывала, как я пол листа, треть листа обрезаю, вот начиная с низа, и вот немного как убавлять, потому что некоторые листья есть вот такой вот, такого размера, половину достаточно. Для растения это, ну, без ущерба, для здоровья, нужен тщательный уход. И поэтому, когда вы начнете подбирать сорта и количество, вы не забывайте о своей занятости. Будете ли вы каждый день ходить, прореживать, проверять. Естественно, там уже нужен и другой режим полива, если томатов будет больше, и другие, но все по-другому. 40 томатов в теплице вырастить очень просто. Они свободны, между ними гуляешь, их, возможно, даже не надо никакие листья прореживать, но чем больше у вас будет томатов в теплице, тем больше требуется ухода. И сразу говорю, что начинающим огородникам я не советую начинать вот сразу с таких кардинальных изменений, что вот сразу высадить 140 томатов в теплицу, 3 на 8, больше, чем уверена, что они вас замучают, вы просто устанете, вы не будете успевать, и у вас ухудшится качество, вот они будут вытягиваться, обычно, когда вовремя не проредишь, они вытягиваются, истончается ствол, мельчают плоды, мало солнечного света, там много проблем. Начните со среднего, 60-70, например. Вот у меня там есть комментарии, я сейчас прочитаю, есть те вопросы, есть комментарии. И главное, какой вывод, вот с этого видео, кто посмотрит мое видео, они поймут, даже самые начинающие, что количество томатов в теплице, сколько посадить томатов, вам никто точно не скажет, все зависит от наших предпочтений, какие сорта мы любим, или вот эти высокие, или вот эти низкие, которые быстро, у них срок созревания укороченный, они быстро дадут нам урожай, уже в июне, в июле, можно кушать даже в сибирском регионе, я в том году все это показывала, это все зависит лично от вас. На вопрос, сколько томатов вместить в теплицу, точного ответа нет, но есть ответ такой, хоть сколько, сколько хотите, сколько сможете обработать, сколько у вас, на что хватит сил, желания, терпения, и как вы вообще настроены, или вы все лето проведете в огороде, будете ухаживать за ними, или будете наезжать только по выходным, от этого зависит количество ваших томатов в теплице. Сейчас, так, А, нет, это комментарий к следующему видео, да. Ну и все, если хотите делать для себя такую щадящую работу, высаживайте 50, 60, 70, если готовы ухаживать за растением, можно 120, 130, 140, если тем более вы опытный, если вы уже по одному в лунку высаживали много, можно сделать спаренное. Спаренное чем удобно? Что можно взять только нижние, крупные, хорошие кисти, по 2, по 3, а верхушку можно вообще не заморачиваться, не выращивать. Все. С вами была Ольга Чернова. Вот сегодня 4 января, несмотря на то, что у нас новогодние еще каникулы, мы уже начинаем подбирать вот эти сорта, подсчитывать, планы строить. Сегодня же сниму видео, как, с каких, какие даты, с каких, с чего начинать посев, что сеять в первую очередь. Ну все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok